Для нас вода – это жидкое золото, говорят жители поселка Карпушино Котельнического района. Из-за проблем с подрядчиком люди остались без воды. Система сломалась, а скважину починить некому. Воды в домах нет с 30 марта. Пенсионеры вынуждены топить снег с крыш, чтобы хоть как-то помыться и постирать белье. Местные власти, со слов людей, не спешат ни с ремонтом источника, ни с подвозом воды. Ульяна Яздакова отправилась к главе Котельнического района. Что он ответил на претензии жителей? Репортаж с места событий. А вы не боитесь вот из такой воды готовить? А куда деваться-то? Есть, пить надо. Мыться и стирать тоже надо, продолжает житель поселка Карпушино Котельнического района Александр Царев. И показывает, как приходится воду добывать в 21 веке. По периметру дома пенсионер расставил канистры и кастрюли. Снег с крыши тает и стекает по водостоку прямо в емкости. Мужчина ловко меняет одну тару на другую и отправляется кипятить чайник. Да, вот так мы пьем чай. Деваться некуда, выживаем как можем, вздыхает пенсионер. Почти месяц больше 50 домов Карпушино живут без воды и топят снег. Скважина, из которой ресурс поступал в трубы, сломалась. Колодцев нет. До второй скважины, которая пока работает, идти пешком больше километра. Пожилые люди, инвалиды просто не в состоянии добраться до источника. За две недели, жалуются люди, воду в поселок власти привозили три раза. И установили лимит – 10 литров на человека. Как так жить без воды? Вы представьте, что за лимит? Две баклажки пятилитровые на семью. Мне что, в город за водой ехать? Инвалиду второй группы ехать в город за водой? Я там магазина еле ползаю. Что смеяться, издеваться над людьми? Даже и говорить не хочу. У меня муж инвалид. После инсульта инвалид. Вы сами понимаете, ее каждый день надо подмыть, надо каждый день что-то где-то постирать. Он правильно, он супа просит. Он не может, он привык, он не может без супа жить. А как мы живем? Мы живем, как бомжи. Конечно. Мне кому не нужны? Кому мы нужны? Пенсионеры, тем более наш поселок такой маленький. Промыть старую советскую скважину на протяжении вот уже трех недель власти обещают каждый день. Вот она, та самая скважина, которая снабжала водой весь поселок. Конструкция выглядит, мягко говоря, запущенной. Видно, что ее давно не обслуживали. Кстати, обслуживать скважину должна была ресурсоснабжающая организация, которой в поселке давным-давно нет. Нет организации, некому чинить и постоянно ломающийся трубопровод 70-х годов постройки. Еще одну головную боль жителей, из-за которых в том числе в поселке частенько сухие краны. Платить за ресурс тоже некому. Получается замкнутый круг. Я не понимаю, почему ЖКХ не могут определиться с тарифами? Им что, деньги не нужны? Почему? Вот уже больше полугода мы не платим, а они живут и ни на что не жалуются. Им хорошо, им зарплату платят. В администрации района поспешили унять гнев жителей. Ресурсники скоро появятся в районе. МУП уже создали. Местным депутатам осталось только дружно сказать «да». И с тарифом определились. 52 рубля 48 копеек за кубометр. Да и скважину починят со дня на день. Ремонт обойдется в 200 тысяч. Подрядчика с трудом, но нашли. А что касается подвоза воды, то жители сами заявки не оставляют. Необходимости собирать воду с крыши нет никакой. Нужно обратиться к главе сельского поселения или всей сельской администрации. Соответственно, нам эта информация поступит. Либо можно в ЕДДС. То есть ЕДДС тоже у нас звонки принимает, фиксирует, то есть нам передает. Кроме того, в начале мая пройдет голосование на тему капремонта труб в поселке в рамках программы поддержки местных инициатив. Вот только такое решение капля в море, считает депутат Заксобрания Владимир Костин. Проблемы с водой в Кировской области повсеместно и постоянно. У региона была возможность решить вопрос с помощью инвестиционного федерального кредита. Однако 2 миллиарда рублей пустили на другие нужды. Сейчас одна надежда на новый законопроект. Согласно документу, все полномочия, в том числе по водоснабжению, будут отданы на откуп регионам. Значит, отвечает председатель правительства, губернатор за каждое отсутствие воды, где бы то ни было. Передать эти полномочия можно на уровень, например, района, но в случае, если на это предусмотрены деньги. Вот чего не хватало-то сейчас. Поэтому комплексный подход. То есть с уровня федерации и дальше на уровень региона. Поселения подтянутся, когда у них будут деньги. По закону местной власти уже сейчас обязаны обеспечить жителей ресурсом. К ситуации подключились активисты Общероссийского народного фронта. Они отправили заявление в прокуратуру с требованием устранить нарушение. Жители Карпушина также собираются писать групповую жалобу в ведомство. Ульяна Ездакова, Никита Луковников, Бюро новостей Давича.